Всем привет! Я свой блог начинаю с эпицентра. Я на самом деле заехала просто за краской, я вам дома покажу, что я хочу сделать, но не получилось просто за краской. В эпицентре можно найти такие зеркала. Это подставки, сюда можно поставить свечи, сюда можно поставить косметику, парфюмерию, все что хотите. Стоит 79 гривен по-моему. Это зеркало в рамке, но оно у меня тоже пойдет как подсвечник. Так как он в рамке, очень удобно поставить свечи на стол. Я обожаю это дело. И вообще, сейчас для стола я вам покажу, что купила именно для обеденного в зале. Но в принципе, можно даже на пол поставить, например. Так как у нас окна в пол, то хорошо будет смотреться. Стоит 150 гривен. Купила вот такие вот свечи, они очень красивые. Особенно сейчас перед Новым годом. Я уже показывала в инстаграм и, по-моему, во влоге. Но не факт. Да, во влоге, по-моему, показывала. Бутылки из-под вина. Я сейчас спрошу всех друзей, чтобы они не выбрасывали, отдавали мне. Я убираю этикетки. И хочу, чтобы было много бутылок. Ну, не только из-под вина, но просто красивый бутылок. Я хочу, да, я за краской, кстати, приехала в этот центр. Именно потому, что я хочу бутылки покрасить в матовый. Получается, черный цвет, серебристый цвет. Ну вот, например, красный цвет. И поставляю туда вот такие свечи. Тоже будет очень дорого. Духовка появилась, поэтому я купила разные тут, ну, разную посуду для духовки. Потому что дети хотят, чтобы мама пекла. И я с удовольствием буду это делать. Поэтому формочки для печенья, для рыбки. В общем, много-много всего уже покажу дома. Вот. И что еще? А, вот. Купила два таких посвечника. Покажу как. Хочу поставить на стол и поеду на днях. В магазин ткани я видела там для скатерти хорошую ткань. И сделаю из нее, ну, вот, трезул в швее, то сделает мне скатерть. Вот. Выглядит это. И я хочу поставить на обеденном столе со скатерти вот так. Мне куда поставить. Сейчас я хочу вам поставить, чтобы увидели, но нет. Вот. Вот. Сейчас пытаюсь как бы много денег не тратить, поэтому, конечно, хотелось бы купить совершенно все по-другому. Не так, как я сейчас это делаю. Но в любом случае красоту делаю за недорого. Вот эти вот подсвечники стоят, сейчас скажу, 75 гривен, по-моему. Да, по-моему. И свечки можно выбрать любые. Я взяла красные, как... Ближе к Новому году уже подготавливаюсь. Это спонтанная покупка. Все это спонтанная покупка, но она все нужная и необходимая. Я думаю, что вам эта информация будет полезна, если вдруг, как за идеей, или вы хотели и не знали, где найти, то вот в эпицентре есть. Ну и посуда. Опять же, если не забуду, покажу дома. Но, я думаю, каждая хозяйка сама знает, что ей надо. Для рыбы, для курицы, вообще для вслух, что угодно. Пошла за краской, потому что надо убегать. Еще ненадолго включить. Хочу показать. Хочу такую вазу, ну, плюс-минус такую, да, она стоит 400 гривен. И есть, по-моему, в метро и еще в отдельных магазинах с флористикой есть большие свечи. Большие, такие белые, толстые, такие огромные. Как раз сюда бы зашла эта свеча, и было бы очень красиво. На полу, то есть напольная такая свеча, напольная ваза. Я бы взяла две, возле колонн поставила. Было бы очень красиво. Мне еще очень нравятся такие подсвечники, но сейчас я их брать не буду. Я возьму, наверное, попозже, после нового года, ближе к весне. И, кстати, видела похожее на Алиэкспресс, но я не помню, сколько на Алиэкспресс стоит. Здесь стоит где-то сколько? 15-20 долларов. Ну вот, на Алиэ, я думаю, можно найти решение. Но красиво, скажите. Краску тоже купила в баллончиках. Написано, что она красит тепло. Вот, я взяла серебристую и черную. Все матовое. То есть как, черная точно матовая, серебристая, ну, глянем. Пообещали, что максимально матовая. И сказали, что тогда будем брызгать, чтобы потепов не было. Поэтому тонким слоем несколько раз. Я вам покажу, что я в итоге хочу сделать. А на следующий день я заехала в Ашан. Проходила мимо скатерти и... И вот. Купила вот такую вот белую скатерть. Она не только на Новый год подойдет. Я не знаю, как долго она прослужит, потому что она белая. Если заляпает, то, наверное, будет тяжело отстирать. Но очень захотела за белую. И вот такие вот купила салфетки серые. Их тут много разных. Есть красные. Есть, например, вот эти белые, то полоски золотые, серые. И сделаю такую елочку. В общем, подготавливаюсь к новогоднему столу, но уже хочется украшать. Вот. Даю вам наводку, если вдруг вам надо. Тут есть разные скатерти, принцы. Безороли неплохие, очень плотные. Ну, сцены, как видите. Вот. Так что я взяла по размеру. Сначала я хотела взять полтора на три метра, но у меня не такой большой стол. Поэтому взяла за 350. Вот такой вот скатерти. Так же в Ашане есть вот такие вот свечи. Они с ароматами разными просто. Но 85 греев. Но мне как раз не сильно не нравится то, что они вот, например, вот такие вот пленки. То есть они цветные. Я люблю все такое монохромное. Что-то вот более-менее. Пахнет, как это еще. Я еще не все сделала, как хотела. Я еще бутылки не покрасила. И некоторые оставлю, наверное, в таком виде. Пусть они будут зеленые. Надеюсь, что мне друзья дадут бутылки. Потому что я не пью вино в таком количестве, чтобы у меня их было много. Но мне хочется очень много бутылок и очень разных. Ну вот. Я вам хотела показать свечку. Которая желтая. Золотая вроде бы. И есть еще серебряная, которую я вам показывала. Я хочу в черную бутылку. То есть бутылку когда покрашу, чтобы контраст был красивый. Есть такая вот колба. Тут тоже свечи. Свечи докуплю еще. И сейчас понахожу. У меня еще есть колбы стеклянные. И, в общем, хочется, чтобы было много-много свечей на диване. Вот так вот перевернуть диван. И вот так вот смотреть на улицу. Это, конечно, прикольно еще, когда снег, например, идет. Музыка какая-то классная играет. Или, не знаю, телек тут повесит. В общем, будет здорово. Будет здорово. И когда я все-все устрою, это будет не в этом влоге. Но я вам обязательно покажу. Называется, из того, что было. По крайней мере, пока так. С одной стороны. И вот так вот с другой стороны. Круто, если выключили свет. И, ну, например, опять так, когда включается свет, она прикроется по свечам. Да, классно. Круто, если выключили свет, она прикроется по свечам. И, ну, например, не влога, 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 не влога. И, ну, например, не влога. Кто это, смотри. Которые... О, и мы поняли, что мы играем в этом. Добрый вечер. Прошу вас. За мной их помидеть. Ай, ну, вы пошли. Мне интересно, какие ваши инвестиции. Да, ну, ты... Это лампочки, которые мы будем вешать на потолок. А подарки тебя ждут на столе. Ну, не на столе, а на столе. Вон. Круто. Что же там, да? Идем разбирать подарки. Так, а что тут интересно? Что же это такое? Как вы заметили, да? Здесь Бэтмен. А ну, идем, покажи. То есть, это маленький человечек, который очень любит героя. Так, а что тут? Да. Что это? Такое стеснёшечко. Ух ты! Главное, у тебя прям уже гаражи-гаражи. Столько автомобилей. Хоть Вилса. Сколько можно будет потом граждать, когда вырастет эту коллекцию? Они как еврейское создание. Бизнес-бизнес. Шоколад. Так, а с этого момента пока дробь. О! Это, наверное, мне, да? Ну, спасибо, мне этого будет достаточно. Ничего, у меня тут ещё есть. Ой, и у тебя тоже. Чё? Это я с тобой. Делюсь, да? Так, у тебя там делится моим подарком. Ну, ладно. Что? Ну, просто мы дали ему сумку и сказали, что это тебе. Поэтому мы не понимаем, да? Что там всё по два. Угу, как можно. Теперь у нас будет есть. У двоих. У двоих. Ты доволен? Да! У меня появились пахучки для автомобиля. Это офигенские пахучки для автомобиля. У меня с ними связаны определённые воспоминания. Но запах потрясающий. Он не навязчивый, но такой очень-очень классный. Именно вот эти вот голубые. Этой фирмы есть другие запахи. Но самый классный вот этот голубой. Если вдруг увидите, возьмите. Правда, очень прикольный. Девчонки, помните, когда-то во влоге я вам показывала пылесос Керхер? Самый обычный, но очень прикольный. Очень им довольный. И что хочу сказать, да? Сейчас поливала цветы и перелила, да? Вот. Можно взять тряпку и затерить. Я как раз начала пылесосить. Этот пылесос прикольный тем, что он засасывает воду. Причём очень... Он мощный. Также он прикольный тем, что в обратную сторону дует. Если у вас есть, например, там трава. Ой, трава этот. Листья. То как бы сметает всё. В принципе, такая функция есть у большинства пылесосов. Что ты смотришь? Он умеет дуть в другую сторону? Да. А как это сделать? Там переключить надо. Так вот, у большинства пылесосов есть такая функция, но мощность разная. Я долго искала, я не понимала, какой нужен пылесос, потому что мне хотелось, чтобы он просто в себя засасывал. Он реально, он очень мощный. И вот я вам просто покажу, да? Сейчас. Вот смотрите. Всё, сухо. Ну, то есть, прям, вообще. Очень крутой. Приехала ко мне на помощь Анюта. И мы будем сейчас... Борщом меня заманила. Сказала, приезжай на борщ. Скажи, какая ты вружка. Я голодная, у тебя есть что поесть? Я сейчас больше буду греть. О, я к тебе еду. Так работает в 8. Так что имейте в виду, блогеры, они почти то же самое. Но не я. Я честна. Мы сейчас будем вешать занавески, они мне будут помогать. Потому что это не первые в моей жизни занавески. Но! Говорю, в моей жизни было очень много занавесок. А теперь у меня психологическая травма. Мама вешала занавески так часто. То есть, как мама вешала? Вешала я, а мама их часто меняла. Поэтому я уже не могу этого делать. На самом деле могу, но не знаю, как. Сейчас объясню. Тут есть вот, как называется, тесьма. Ее надо сейчас вытянуть и равномерно повесить на такие, как крючки. Эти крючки, крокодильчики называются. И тюли 7 метров и по 2,5 метров. И вот так вот по бокам. Короче, мне нужна помощь. И Анюта приехала мне помогать. Я надеюсь, что мы справимся. И я. И ты. И вот сейчас показываю результат до, потом будет после. Ну что, девочки? Мы с Аней это сделали. Если бы не она, я не знаю, что бы было на самом деле. Она обрет. Нет, она мне очень помогла. Правда, очень помогла. Ей, правда, пришлось ездить. Она провела со мной столько времени, что ей пришлось, чтобы поехать за детьми. Мы начинали, когда было светло. И сейчас уже вечер. Но мы это сделали. Плюс еще, видишь, видите. Мы повесили гирлянды, которые я заказала на Али. И оставляла в Инстаграм ссылочку. Сейчас оставлю вам и под видео. Так что, если что. Единственное, что тут теплый свет, тут холодный. Я ругала себя за то, что не заказала ему теплый. Он бы очень хорошо гармонировал именно теплый. Но, что поделать. Эти гирлянды сниму, унесу в другое место. Найду ему и повешу холодный. Пусть уже будет холодный. Ну, сейчас выключу свет, покажу, как это выглядит. Красиво очень. И решила сделать у Димитов в комнате перестановку. Кровать. Хочу переставить. Ага, включить свет надо. Хочу переставить вот сюда. Вот сюда. А вот этот вот шкаф, это все вместе. То есть этот стеллаж и шкаф, это все вместе. Я хочу продать. Вот. Так что, если вдруг вам надо, то пишите мне. Продам вместе с этими корзинками. Корзинки покупала очень давно. Сейчас они стоят одна штучка 1200 гривен. Я уже посмотрела. Очень хорошего качества. Очень хорошего качества. Здесь внутри, ну, как бы Демкины маленькие вещи. Но он, правда, в целости, сохранности ничего с ним нету. Он, ну, он хороший. Я потом, если вам надо, отдельно сниму. Вы пишите мне в Инстаграм. Вот. Вот такой вот шкаф. И я хочу его убрать, потому что он не нужен на самом деле. Он полупустой и, в принципе, мешает. Слишком много мебели в комнате. Она не нужна. Убираю. Ставлю сюда кровать. Место освобождается. Стол вообще можно двигать куда угодно. Также есть эти корзинки. Ну, не корзинки, коробки с игрушками. Здесь тоже телевизор хочу этот убрать, перенести. Ему купить другой. Чтобы вот этих проводов ничего не было. И наша красивая лама. Под ламу были куплены занавески. Не могу найти отпариватель. Занавески повесились. Ну, это отпариватель не можем найти. Поэтому надо будет еще отгладить занавески. Ну, в принципе, вот такие вот дела. Я довольна. Я довольна и счастлива. Я ненавижу вешать занавески. Для меня это тяжело. У меня уже болит шея. Но, слава богу, все это сделали. Кое-что еще по декору мы пройдемся. Потому что, вот, Демка любит эти звезды. Я, в принципе, кое-что еще нашла. Поищу еще на Али. Нашла в эпицентре. Ну, как украсить к Новому году. Поэтому хотим поукрашать. Ну, в принципе, вот такие вот дела. Камера есть. Работает. Очень прикольно. Если что, задавайте вопросы, пишите. Там сейчас у нас в комнате дурдом. Большое. Дети с маской. А у меня продолжаются распаковки. Сейчас заказала себе по рекомендации подруги чехлы. Такое солнышко. Чехол и ремешок. И, видимо, мы неправильно поняли, потому что переписывались на Инстаграм. Они мне прислали два одинаковых чехла. Хотя я заказала только один желтый. И вот такой вот оранжевый. А мне пришло два. Сейчас мы переписываемся, чтобы понять, почему так. И еще пришла посылка с Алиэкспрессом. Открою, покажу. Я позаказывала мини-гирлянды. Я в следующих влогах вам покажу, для чего. Это все будет украшение к Новому году. Вот. Так, осталось купить батарейки. А тут вообще, я не понимаю, они все совсем крошечные. И какие тут батарейки. Ну, разве я только поназаказывала себе разнообразных чехлов. Как узнала, что на Новый год меня ждет подарок. Это новый телефон. Поэтому, если вдруг вам нужен будет телефон, вы ищите. Десятка. Продам с чехлами. У меня их много разных. Новых. Нераспакованных еще. Вот. Девчонки, я свой влог заканчиваю. Я надеюсь, что это видео вам понравилось и было полезным. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, кто смотрит мое видео впервые. Я надеюсь, что дальше будет еще интереснее. Все. Всем пока-пока.